Привет всем изучающим английский язык! С вами Марго, и сегодня мы продолжаем тему предлогов, которые никогда не закончатся. Сегодня у нас предлоги движения. Да, такие, оказывается, тоже есть. Первый предлог это across, через. Мы летим на самолете, видим какую-то такую страну, пролетаем над ней. Также можно перейти улицу, есть прям глагол переходить, будет cross, cross the street, вот так пишется. Или go across the street, through, сквозь. Допустим, walk through the forest, то есть мы идем между деревьев, мы проходим сквозь него. Across это как бы над предметом, достаточно большим, а through это вот через него. проехать через тоннель. Walk along the street. Вдоль дороги идем. Вот так вот. По берегу тоже будем вот так идти, вдоль реки. Walk along the river. On to. Он состоит из двух отдельных предлогов. On и предлог направления to. The pen is on my hand. Если я добавлю сюда движение, тогда изменится предлог на on to. Например, вот он on, а вот так. Put the pen onto the hand. Put the picture onto the wall. Повесьте, ну, если дословно говорить, то это будет положите, но по-русски повесьте картину на стену. Если доска уже на стене, то the board is on the wall, потому что ничего не происходит. А вот если я ее буду вешать сюда, тогда будет put it onto the wall. Если мы будем ее оттуда снимать, тогда мы будем говорить take the picture, ну, в данном случае доску, take the board off the wall. Вот у нас предлог of, это обратное движение. Around и round. Оба этих предлога переводятся как вокруг. Вот такое движение будет. Обогнуть озеро. Или у нас трек, да, и вот мы по нему будем вот так вот бегать. Walk around the lake, это пройти, как бы обогнуть озеро. И run around the track, это бегать по треку. Оба эти предлога взаимозаменяемы. Вы можете использовать и round, и around, тогда, когда вам будет больше того хотеться. Вот как один справочник говорит, что run around the track. Вот точно так же второй говорит run around the track. В американском английском больше нравится людям использовать слово around. around the track. Into то же самое, что и want to состоит из двух предлогов. In это в, а to это предлог направления. У меня в руке монетка. Представим. Монета там уже лежит, ничего не происходит. Мы говорим the coin монета. The coin is in my hand. Но если я буду говорить, что я кладу монету, тогда будет into, потому что я добавляю движение. Jump into the pool. Прыгнуть в бассейн. Если человек уже в бассейне находится, that guy, тот человек, that person лучше, that person is in the pool. Он в бассейне. Обратное действие. Предлог out of. Jump out of the pool. Выпрыгнуть из бассейна. Go past the shop. Да, слово past переводится как прошлое, но тогда нам надо будет сказать the past. Да? Артикль the сюда поставить. Тогда это будет прошлое, а просто past это предлог мимо. Go past the shop. Пройти мимо какого-то здания, ну, здесь магазина. Jump over the wall. Если у нас, например, есть какой-то предмет, ну, в данном случае небольшая стена, заборчик, то его можно перепрыгнуть. Over это вот такое движение. Under это под. Go under the bridge. Пройти под мостом. Towards Произношение. Towards Никаких towards. Пойти по направлению к чему-то. Предлог противоположного значения away from это откуда-то. Run away from the dog. Например, убежать от собаки. Run away from trouble. убежать от проблем. Back to. Вернуться. Go back to the UK. Представим себе то, что человек, который жил постоянно в Великобритании, поехал путешествовать в Непал, и вот он туда возвращается к себе домой в Великобритании. Но если мы будем говорить именно слово домой, мы скажем he goes back home без без to. Но это единственное значение, где to не будет. так что back to лучше запомнить вот в связке. Всем известный up and down. Хорошо. Up это вверх, down это вниз. В данном случае the lift goes up, lift едет наверх, и the lift goes down, lift едет вниз. Также можно сказать вверх по лестнице. Go up the stairs. Stairs. Вот эти три слова можно соединить и получить одно выражение, которое звучит как upstairs. Она идет наверх. She goes up the stairs. Можно сказать she goes upstairs. То же самое downstairs это идти вниз по лестнице. Ну и, пожалуй, самый главный предлог направления, который так и переводится, как предлог направления, это to. Можно даже выучить как выражение такое статичное. Go to the office. Идти в офис. Move это двигать. Move the furniture in the house. Двигать мебель в доме. Если вы просто скажете человеку move, то есть двигайся, это не говорите так людям. Move to это значит переехать. Куда-то. Не кого-то. Например, в другой город. Move to another city. Talk to a friend. Поговорить с другом. Либо можно сказать speak to a friend. То же самое. He goes to the club every week. Он ходит в клуб каждую неделю. He goes to walk что-то the bridge along over и into. Через мост сам о том. Walk the road and turn left. Идите по дороге, а потом сверните налево. Along как раз таки то, что нам нужно. She is going the shop. Вспоминаем, чем in отличается от into. In это когда нет никакого действия. это когда происходит действие. Девушка заходит в магазин. Она в магазине или она действует для того, чтобы там оказаться. Jill is talking Mike. Jill разговаривает в данный момент с Майком. Говорить направлять свою речь по направлению к человеку. Подходит to. Talk to Mike. Talk to me. Поговорить со мной. Это можно прям выучить как устойчивое выражение. We walked the hill. Мы пошли по холму вверх. She jumped the rock. Перепрыгнула. He drove Europe. Он проехал через Европу. Across Europe. I fell the bike. Я упала с этого трехколесного. Упала из out of и просто of это когда мы вынимаем что помните как мы сначала вешали картину put onto а потом take off. Вот тут то же самое движение. He swam the English channel. Он переплыл английский канал. Как сказать переплыл. Это когда мы что-то переплываем либо переходим. Фердинанд Магеллан sailed что-то там the world in the sixteenth century. Магеллан проплыл мир в шестнадцатом веке. Окей, что же он сделал? Ова переплыл across сквозь него как бы тоже странно либо вокруг мира. Ну, конечно. He sailed around Перейти дорогу. Walk across the road Перепрыгнуть забор. Вот забор вот такое движение. Какой предлог? Over Переплыть озеро. Swim across the lake Переехать в новый дом. Выражение переехать move to Походить по магазину. Окей, вот такая ситуация. Мы зашли в магазин и вот мы ходим ходим смотрим осматриваемся в общем делаем вот такое движение. Какой это предлог? Around Посмотреть в окно. Что мы делаем по-настоящему? Мы смотрим через окно. Вот наш взгляд идет туда сквозь окно Можно еще сказать look at the window Съехать с холма. Съехать Что это значит? Это направляться вниз по холму. Go down Вернуться Вернуться в офис. Пройти мимо знака. Мимо тут все легко паст. Положить в сумку. В У нас есть in и есть inter Движение положить. Inter Поговорить с Беном. Направляем свою речь talk to Убежать от огня прочь run away from Пойти домой Go Всегда to Но в выражении go home ничего нет. Это единственное выражение, когда у нас после go не будет никакого предлога. Увидимся в следующей серии про предлоги. Продолжение следует...